Доброе утро! Всем желаем солнечной погоды, несмотря на то, что иногда у нас идут дожди. Очень редко идут дожди. И что можно делать на нашем побережье в такой ситуации? Замуж выйти. Например. Или развестись. Лучше. Москвички Ирина и Мария в испанском радиоэфире всего 4 года, но живут здесь уже 16 лет. И отлично знают, какие темы волнуют местную русскоязычную аудиторию. Хорошо, мы узнали, что нам изменяют. Надо с этим как-то жить, или расставаться, или бороться. Что делать-то? Этот вопрос Марина Пареха-Кастро задавала себе несколько лет, но с вице-мэром маленького испанского городка развелась по другой причине. А вот этот мальчизм, то есть этот домострой, я сказала, так будет, да, у людей старшего поколения, да, он очень сильно развит. Я говорила однозначно, девочки, за испанцы замуж нет. Даже и не думайте. Вот. И наговорим. Со стороны, кажется, за столом большая, дружная, счастливая семья. Но не спешите завидовать. В этом испанском доме сибирячка Марина Половодова так и не стала полноправной хозяйкой. Существует всегда вот эта вот граница. Он испанец, а я русский. Спать с мужем на одной общей длинной подушке петербурженка Анастасия Виноградова уже привыкла. Но Карлос просит еще и одеяло заправлять так, как привык с детства. Одеяло загибают под матрас, со всех сторон. И даже здесь фраза «идти в кровать» – это «Вамус аль шобры». Пойдем в конверт. Вот этот конверт мне бесит. Русским женам в конвертах тесновато. И роль домохозяйки, поначалу такая заманчивая, быстро надоедает. А еще так раздражает эта испанская медлительность. Подданные солнечного королевства не суетятся, не напрягаются и перевоспитанию не поддаются. Но может стоит попытаться, перед соблазном трудно устоять. Тем более, когда тебе почти 30, а замуж позвали впервые. Конечно, тяжело. Тем более, уже после того, как ты вошел в отношения, это все... Ой, как интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Ангелусия – самый южный, пожалуй, самый притягательный район Испании. Белоснежную недвижимость на Коста-дель-Соль покупают и арабские шейхи, и голливудские звезды, и британские пенсионеры. Еще раньше здесь хозяйничали кельты, финикийцы, греки, римляне, вандалы и визготы. А 20 лет назад солнечное побережье открыли для себя россияне. Благодаря щедрым сибирским нефтяникам и московским управленцам, испанский архитектор Фернандо Бланко сколотил целое состояние. И жениться тоже решил на русской. С дизайнером Антониной Соболевой они вместе работали на одного заказчика. Вот только деловая москвичка поначалу была холодна и неприступна. Хотелось бы рассказать, что это было вот так вот феерично, но это достаточно было банально. Мы просто встретились в доме у клиентов в рабочей обстановке, серьезной. Я с каталогами, он со своим проектом, в общем-то там делать расстановку мебели, куда что ставить, где розетки выводить и так далее. Год мы работали, без отношений абсолютно, без флирта, без всего, только работали. Я была совершенно вся в себе, потому что у меня в 2012 году умерла мама. И я, честно говоря, вот как-то еще пока была как-то морально, наверное, не готова к каким-то таким сильным порывам. Немножко вымотанная была, потому что для меня это была очень сильная потеря. И тяжело, да. Именно с мамой 10 лет назад Антонина впервые приехала в Марбею, еще студенткой на каникулах. И вот тогда-то я поняла, что вау, это то место, где, наверное, я бы хотела жить. Я сразу увидела все. Я увидела свою свадьбу, я увидела себя в красивом платье. Здесь очень много женщин в Марбею. Друзья, Марбея – это город женщин. Как же они сюда все попали? По-разному. Кто-то на автобусе, кто-то даже в багажнике машины. Наше прекрасное побережье очень много тайн скрывает и очень много историй. Ты помнишь вообще, как мы здесь оказались? Я помню, как мы оказались. Оказались мы с мужьями. Нас привезли. Ирина и Мария – хозяйки русской радиостанции Марбеи, замужем за британцами. Обе встретили своих мужей в Москве, и у обеих это был служебный роман. Англичане возглавляли филиалы международных туристических компаний, а по окончании контрактов решили обосноваться в солнечной Испании. И климат здесь лучше, и жизнь намного дешевле, чем в Лондоне. Русские жены до сих пор не могут привыкнуть к этой британской практичности. По-другому люди воспитаны, у них другие ценности. У них материальное все-таки стоит над человеческим в некоторых моментах. Я не знаю, испанцы другие, они очень эмоциональны, они открытые, они громкие, такие же, как мы. Мы очень похожи. Они ленивые, такие же, как мы. То есть очень много черт, очень много есть общих. Но испанцы, насколько я знаю, очень неверные мужья. Во времена Франка и в период диктатуры развод в стране был запрещен. И после его смерти, после смерти Каудилью в 1975 году, разводы стали разрешены. И старшее поколение вспоминает, какая это была радость, что они получили возможность, наконец, развестись. И развелась вся страна. Это буквально, это был вот всплеск разводов. Про разводы в Испании 55-летняя Марина Пареха-Кастро теперь знает многое. А 12 лет назад завуч московского лицея просто влюбилась, как школьница. Сначала в маленький курортный городок, затем в его вице-мэра. Была семья, был муж, были дети, была работа. Это было как вот шашкой так вот разрубить сразу все узлы и улететь. Странный был день, я его помню до сегодняшнего момента. Я возвращалась домой в декабрь месяц. И я никак не могла машину в гараж поставить. Просто вот она у меня увязла в сугробе. И я вот сижу в этой машине, то ли снег, то ли дождь, и думаю, что я тут делаю. А не поехать ли мне в Испанию? По московским сугробам хозяйка просторной испанской недвижимости до сих пор не скучает. А вот своего первого русского мужа, с которым счастливо прожила 25 лет и вырастила двоих детей, вспоминает все чаще. Если первый раз вот я не заметила вообще никак, то есть, наверное, настолько были глубоко дружеские отношения, что мы спокойно очень расстались. Мы очень спокойно друг друга отпустили. То есть здесь это была просто вот жизненная трагедия такая, когда не знаешь, что делать дальше. Недавно Марина Парыха-Кастро начала писать книгу о своей легендарной прапрапрапрабабушке Наталье Голицыной. Той самой княгине, ставшей прототипом пушкинской пиковой дамы. Но, возможно, когда-нибудь возьмется и за любовный роман. Начало будет многообещающим. Героине 44, но она все еще молода душой. И однажды на испанском курорте, сидя за столиком в уютном кафе, она ощутила обжигающий взгляд импозантного сеньора. Внешне очень интересен, очень внимателен, очень ласков. Эмоционально очень зажигает. Вот женщина рядом с испанцем, она начинает расцветать тут же в момент. Потому что вот такие нежные обращения. Мое сердечко, микросон. Это приятно, это всегда приятно. Мы ездили, мы смотрели побережье, мы ходили по этим необыкновенно теплым, симпатичным ресторанчикам. Где-то мы так в течение двух лет летали туда-сюда, туда-сюда. Он тоже однажды прилетел очень красиво в Москву, без предупреждения. Приехал очень красиво, с подарками. Затем попросил руку и сердце. Вот сказали да. И потом было принято решение, что я переезжаю в Испанию. Своё счастливое прошлое Марина оставила без сожаления. За четверть века дети выросли, чувства к первому мужу остыли. А ещё так хотелось жарких поцелуев и пламенных страстей. Я вообще благодарна судьбе, что у меня было вот таких два больших романа в жизни. Первый – это, наверное, роман «Дружба», вот «Школьная любовь», которая перетекла затем в семейную такую глубокую жизнь. И второй, наверное, роман, я бы его охарактеризовала как роман «Страсть». Но он тоже должен иметь место в жизни каждой женщины, как мне кажется. Те, кто планирует приехать к нам на побережье, выйти на улицу и сразу же встретить богатого миллионера, я не советую надеяться на это. Безусловно, хоть и такие варианты случались, но редко. Я считаю, что надо приезжать не только с языком сознания, но и со здравым смыслом. Он пригодится. Мечта была путешествия, но куда-то уехать никогда. Я не думала, что вот там жить в другой стране, в другом городе. Зачем? Петербург – это самый красивый город в мире. Но, смотрите, от такого шикарного предложения на одном колене, на обрыве, на берегу моря, у развалин крепости, я не могла отказаться. Мы в течение года готовили огромную, так русские женщины, гулять-то гулять. Огромную, шикарную свадьбу, красивейшую, обалденнейшую, 150 гостей. И свадьба, автор-пати, второй автор-пати на пляже с тысячей свечей. Моя, конечно. Идея была. До встречи с петербурженкой Анастасией Виноградовой Карлос Гарсия Родригес не подозревал, что способен на такие широкие жесты. Он вырос в большой семье в деревне под Гранадой, а в этой испанской провинции к чужестранцам отношение особое. Еще с 15 века, когда отсюда изгнали сначала всех мусульман, затем евреев. Я единственная иностранка в огромной семье, в семье, где 50 кузин. И вот там все смотрели. Вот странно как-то вдруг. Карлос на иностранке. Откуда и что? Беленькая. У меня была белая, светлая волоса и модная короткая стрижка, высокая, на каблуках еще. Просто все обо мне говорили, что вот, ничего себе. Карлос отыскал себе. Карлос не искал. Да и Настя летом 2008 года приехала в Испанию не с мужчинами знакомиться, а с культурой и историей. К тому моменту студентка факультета международных отношений уже объехала автостопом пол Европы. Останавливалась в домах у гостеприимных членов международного клуба путешественников. Такой радушный хозяин нашелся и в Гранаде, а Карлос просто снимал в его квартире комнату. Я вернулся с работы домой, а Настя была там, в гостиной. Едва увидев ее, я сказал себе, вот эта женщина, которая мне нужна. Она была очень красивая и вела себя очень живо. Из нее била энергия, очень она мне понравилась. Мы разговаривались и вышли прогуляться. И мы в течение пяти дней гуляли по Гранаде, съездили на пляж. И вот на пляже, когда намазывала крем на спинку Карлоса. Собственно, зажегся огонь, который так и горит. Мне испанцы однозначно мужчины не нравились. То есть мне не надо было человека, который живет размеренной жизнью. Мне вот надо, чтобы куда-то постоянно бежал, торопился, что-то делал. Вот такой вот три в семь утра и вот закрутилась машинка, да? Спокойный, неторопливый Виктор Родригес-Гарсия и неуемная энергичная Марина Половодова живут вместе больше десяти лет, но официально до сих пор не женаты. Изначально меня звали в церковь. Я отказывалась. Ну, а теперь не зовут. Когда понял, что тоже бесполезно, наверное. Ну, я думаю, что если я решусь, я ему сама намекну, скажу, теперь можешь. Я думаю, что поздно не будет. Виктор любит Марину. И это единственное, в чем она точно уверена. Во всем остальном сибирячка сомневается. Начиная с того, какое блюдо заказать в ресторане, заканчивая тем, в каком доме ей хотелось бы жить. Вроде бы, да, все, уже есть семья, уже все. Ты понимаешь, что ты в России никто, звать тебя никак, там, вот из детства здесь. Ну, вот это, наверное, страх, да? Страх сказать, давайте распишемся. Страх сказать, вот я буду жить именно вот здесь. Ее родителям тоже не сиделось на одном месте. Марина выросла в Омске, но родилась в маленьком заполярном поселке. У меня папа работал водителем на трассе, ну, а мама там жила. То есть мы жили в таких вагончиках, а это даже не вагончики были, как бы, а будки. В первый класс Марина пошла уже в Омске. А вскоре распался Советский Союз, родители занялись бизнесом и в конце 90-х купили квартиру на испанском побережье. Марине тогда было 14 лет. Ну, в тот момент, когда я узнала, что мы переезжали, были только эмоции. Ну, в другую страну, переезжаешь, все по-другому. Вот только эмоции. Эмоции, положительные, возможности, безграничные, будущее счастливое. В этом поначалу уверены все русские красавицы. И каждой предстоит болезненное столкновение с реальностью. Даже если за рулем любимый испанский мачо. Мы оба с ним темпераментные. Оба. Там, может быть, где-то, где я должна промолчать, я не молчу. Где он должен там меня погладить по голове? Он этого не делает. И тогда такая, чух, пламя. Если бы два года назад Антонине сказали, что архитектор Фернандо в нее влюбленно мечтает жениться, она бы не поверила. В то время москвичка не замечала влюбленных взглядов старшего коллеги. Тяжело переживала смерть мамы. После того, как испанская вилла для сибирского нефтяника была построена и обставлена, дизайнер улетела домой, на родину. А через пару месяцев неожиданно объявился Фернандо. Настрочил мне смс-ку, что я вот здесь в Москве, может, кофе выпью. Как я говорю, прикольно. Давай, конечно, выпьем кофе. И мы с ним, в общем-то, я ему показывала Москву, мы гуляли там, гуляли сям, и потихоньку вот как-то начало уже, вот все это вот закрутилось, завертелось. И, собственно говоря, в Москве он мне сказал, я хочу, чтобы ты поехала со мной. Ты подумай, мне бы хотелось, чтобы ты переехала. И я даже, честно говоря, не задумывалась вообще ни секунды. Наверное, как-то я подсознательно на тот момент была уже готова. Так, чтобы прямо конкретно, что это за человек, что за фрукт передо мной, как его кусать, с какой стороны подходить, я, конечно, не знала. Это больше было, наверное, на эмоциях. Фернандо, впрочем, тоже о многом не догадывался. Ему казалось, что у нежной белокурой красавицы и характер такой же, мягкий, покладистый. За тот год, что они вместе работали, она ни разу не взбрыкнула. Я такая еще была смирненькая, потому что я приехала, тут это не моя страна, я тут особо выступать не могу, я должна, наверное, прислушиваться. А вот потом уже, когда я почувствовала свою силу, уже вот пошли какие-то такие моменты, есть у нас моменты такие особенные с ним. Я не могу сказать, что Антонина пытается стать главной в семье, но характер у нее очень сильный. Я мог бы понять это и раньше, потому что у меня есть друзья с русскими женами, и я это замечал. А ведь они еще даже не женаты. Ту церемонию в мэрии, на основании которой иностранки выдают карточку резидента, Антонина категорически не хочет называть свадьбой. Поэтому я скажу гражданский брак, здесь регистрируют гражданский брак, называется это все Пареха Дэйчо. Мы проходили собеседование, такое интервьюирование было на знания друг друга. К некоторым даже приходят домой, проверяют, стоит ли там две зубные щетки, какие фотографии, где что. К нам не приходили, не знаю почему, наверное, поверили, поверили сразу нам, да. Я как бы такого официального предложения с кольцом на колене еще жду. Но я думаю, что это вот уже близится. Но не меньше свадьбы, 30-летняя Антонина ждет свою первую испанскую зарплату. Поначалу ей, конечно, нравилось, что Фернандо платит за нее в ресторане, подарил машину и вообще полностью взял на себя все расходы. Но финансовая зависимость, оказывается, угнетает. Мне тяжело, мне очень тяжело. Мне первое время было вообще, я думала, боже мой, что же мне делать? Очень тяжело, безумно, потому что я вообще так не люблю, я так не привыкла. Бесконечно стоять, дайте мне, пожалуйста, 5 евро. Я думаю, в таком возрасте это всегда тяжело, ведь ты жил самостоятельно, а потом ты переезжаешь и вынужден жить на деньги другого человека. Но я стараюсь сделать все, чтобы она чувствовала себя комфортно. Я сказал, слушай, пока не начнешь работать, она не может пока, даже если захочет, пока не получит разрешение. Таковы правила в Европе. В общем, я сказал, все окей, ты найдешь работу позже. Ну, по-моему. Полгода Антонина честно сидела дома и даже варила любимому архитектору борщи, но в конце концов не выдержала. Напросилась к Фернандо в помощнице. Мы недавно вот открыли офис в Марбее, и нам нужно было вешать вывески. Значит, на наш офис, я как дизайнер, со своей точки зрения, говорю, надо сделать так, так, так. Он мне говорит, нет, мы будем делать здесь буквы, здесь будем делать только черным затемнять. Я говорю, слушай, ну так будет некрасиво. И вот мы в этом споре дошли до такой точки кипения, что ты сказала, все, как хочешь, так и делай. Вот будет некрасиво, никто к тебе не придет. Иногда я пытаюсь изменить ее, но это бесполезно. Я пытаюсь заставить ее не быть такой властной. Ну и она делает то же самое в отношении меня. Говорит, ты слишком испанец, слишком указываешь, что делать. Так что самое сложное, это достичь баланса. Испанцы натуры страстные. Это правда. Быстрые на язык, у них быстрый ум. И это так. Да, они любят кориду. Да, они ею гордятся. Они никогда не приходят вовремя. Они никогда не ответят вам на телефон с двух до пяти часов, потому что это святое. У них сиеста, они отдыхают. Они никогда не работают в пятницу, в субботу, в воскресенье. Ирина с Марией могли бы семь дней в неделю не работать, но ведь это так скучно. И одной радиостанции для самореализации маловато. Пару лет назад неугомонные русские жены решили организовать в Марбее фестиваль русского кино. И ведь получилось. Ну, у нас такой тандем, и не только творческий, и жизненный, что мы друг друга вдохновляем и поддерживаем смелые начинания друг друга. И действительно, нам хватило обеим смелости этим заняться. Для знаменитых российских актеров и режиссеров камерный фестиваль – возможность отдохнуть недельку на солнечном испанском побережье. Но для местной русскоязычной публики это действительно большое событие. Оказаться среди своих, почувствовать себя как дома. Дистанция существует, несмотря на то, что испанцы очень доброжелательно к нам относятся. Но это доброжелательность, если можно так сказать, доброжелательность вытянутой руки. Никто не готов тебя прижать к сердцу и сказать «Родной ты мой, ну поплачь ты мне в жилетку». Ни в коем случае. А плакать Марине очень хотелось после того, как она рассталась с любимым испанским мужем. Маму, да, приходилось отхаживать, можно так сказать, выгуливать, вот, к врачам ходить, к психологам, к психиатрам, со стрессом, с паникой. Я просто поняла, что нам уже настолько тяжело жить вдвоем, что я сама, я сама ему сказала, ты хочешь, если ты готов, уходи. И он в этот момент ушел. Вот сам факт оказался, ну, для меня трагедией. на полном, на полном серьезе. Все в один голос советовали Марине отвлечься, заняться собой, спортом на свежем морском воздухе. Но каждый удар возвращал к мысли, что же она сделала не так. Завучу московской школы было 44 года, когда она страстно влюбилась в 50-летнего испанца, вице-мэра маленького курортного городка Тарамалинос. Легко развелась с наскучившим русским мужем, забрала с собой сына и начала новую счастливую семейную жизнь. Пока я была дома, пока я не работала, все было хорошо и всех все устраивало. Я встречала обедом, я встречала ужином, я провожала завтраком утром, да, все было хорошо. А потом, как гром среди ясного неба, раздался звонок телефонный. И до сих пор не знаю, как эта дама узнала мой номер телефона. Но разговор был потрясающий. Она мне предложила работу. Она мне сказала буквально следующее. Я знаю, что вы хороший преподаватель и требуется учитель русского языка для мальчиков в Сан-Петро. Фамилия мальчиков Романов. От таких учеников прапрапраправнучка княгини Голицыной отказаться не могла. Но вскоре к Романовым добавились Ивановы, Петровы, Сидоровы. Днем все дети были в школах. Заниматься с репетитором могли лишь после обеда. Испанского мужа такой график категорически не устраивал. И состоялся разговор, когда он мне предложил бросить работу и обратно вернуться в семью. Я сказала нет, мне это интересно. Я прошу, чтобы ты меня понял. Мне действительно интересно заниматься тем, что я делаю. Мне интересны дети, мне интересна моя профессия, мне интересно да мне вообще много чего, что интересно. Так счастливо начинавшийся русско-испанский любовный роман Марина сама решила завершить через семь лет после свадьбы. И только в процессе развода узнала, что может лишиться половины своей просторной испанской квартиры, хотя покупала ее на свои деньги, полученные от продажи московской недвижимости. Дело в том, что когда я подписывала купчую на эту квартиру, я не поняла, одну очень существенную деталь. Если я вписываю в себя только свое имя и фамилию в эту купчую, то я владелец всего имущества. Но если я после имени и фамилии ставлю запятую и пишу, что я являюсь женой Антонио Пареха, то я в этот момент дарю ему 50% имущества. Вот такой подарок я и сделала. Поэтому он юридически абсолютно был вправе претендовать на половину этого имущества. Бывший муж оказался благородным человеком. Чужого брать не стал. А сын и друзья, которые в Испании все-таки появились, помогли Марине справиться с депрессией, разобраться с налогами, переоформить документы на квартиру, проглить вид на жительство. Марина с большим трудом приходила в себя после развода. Сначала она совершенно растерялась. Испанский язык она знала не очень хорошо, испанский закон и еще меньше. Она практически ничего не понимала в нашем законодательстве, так что потеряться было не мудрено. У Рафаэля своя русско-испанская семейная трагедия. Десять лет назад его сын женился на москвичке. Вскоре у них родилась дочка, а через год молодые родители разругались. Русская невестка Ольга собрала вещи, забрала ребенка и улетела домой. Мы прошли уже множество судебных инстанций и в Испании, и в России. Мы хотим, чтобы нам разрешили хотя бы иногда видеться с внучкой, поддерживать с ней контакт. Мы не видели Эмму уже девять лет. Конечно, пусть она живет с мамой, это чудесно, но девочка должна знать, что она наполовину испанка, что у нее есть отец, бабушка, дедушка, которые очень ее любят. Мы готовы приезжать, помогать, хотя бы иногда встречаться с ней. когда случается необходимость ехать в Москву для того, чтобы участвовать в очередном судебном заседании, мы собираемся все вместе. Мы летим в Москву, мы останавливаемся на дачу моей сестры, мы живемся там. И, в общем-то, так вот друг другу помогая, мы выходим из всяких сложных ситуаций, невзирая ни на разницу языка, ни на разницу в культуре. Существует всегда вот эта вот граница «Он испанец, а я русский». То есть недопонимания будут, наверное, всегда. Вот, да ты можешь взять, да ты можешь схватить, да ты можешь поднять, пойти там и сделать, да? Ты должен, ты обязан. То есть никто никому не должен, не обязан. Это, к сожалению, мы этого не всегда можем понять, или ты смиряешься с этим, или ты миришься, или никак. Или можешь уходить, потому что человек, он не поменяется, какие-то все равно корни заложены. С неторопливым испанцем Виктором у сибирячки Марины двое общих детей. Семилетняя Валентина и младшая двухлетняя Виктория. У старшей дочери русский отец. Аня родилась в тот тяжелый период, когда Марина отчаянно металась между двумя странами. Было очень сложно, потому что, во-первых, школа. Мне действительно было страшно идти в эту школу, я ничего не понимала, все тыкали на меня. В реальном смысле этого слова, тыкали пальцем. Они не были плохими отношениями, но вот это вот быть одним, это было тяжело. И я вернулась к коллективу, я вернулась обратно в Омск, я закончила, все-таки я окончила школу там. Вскоре после выпускного бала Марина узнала, что беременна. Отец ребенка замуж не звал, да она и не хотела, не верила в семейное счастье. родила ее для себя, скажем так. Я изначально понимала, что я с этим человеком не буду, но когда я беременна, я рожу этого ребенка. Ее собственные родители в тот момент разводились. Папа устраивал личную жизнь в Омске и Марине пришлось вернуться к маме в испании. Я увидел Марину первый раз в нашем доме. Она сняла квартиру на верхнем этаже и она сразу мне понравилась. Очень привлекательная девушка. Я понял, что влюбился и стал оставлять ей записочки в машине. Выяснил, какая у нее машина и стал класть в записочки вверх ее машины. Я не знал тогда, откуда она. Я понимал, что она иностранка, но даже не представлял себе, что она может оказаться русской. На самом деле я никогда не задумывался о русских девушках. Я не знал, какие они и это мне вообще никогда не было любопытно. Но так, в общем, я знал про спорт, например, что они очень хорошие фигуристки. В общем-то и все. Неудивительно, что к заграничной экзотике Виктор был равнодушен. Он работает в одном из красивейших национальных парков в Испании Даньяна следит за состоянием водохранилищ, снабжающих питьевой водой провинции Андалусии. В невозмутимом инспекторе трудно разглядеть нежного романтика. Марина полгода не понимала, кто же из соседей так упорно ее добивается. В один прекрасный день подъехала на машине во двор и я позвала, говорю, извините, молодой человек, это вы, мне записки уже. Он чуть сквозь землю не провалился. Ну, сказал, да, это я. Потом я стала получать эти записки по дверь. Вот я смотрел фильм, ел попкорн, он пишет, как бы, и вот мне захотелось тебе написать, рассказать об этом, написать, и вот, и меня это очень злило, меня эти записки очень злили. Она мне никогда не отвечала, я ей все писал и писал, пока однажды она мне не ответила, потому что у нее сломалась машина. Я немножко повозился под капотом, и, к счастью, машина поднялась. Уже 12 лет Виктор доказывает Марине, что на него можно положиться. И вот очередной весомый аргумент. Наконец-то он получил служебное жилье. Пусть домик маленький, зато бесплатный. Пусть в плачевном состоянии, но он сделает ремонт. Сейчас почти вся зарплата Виктора, полторы тысячи евро, уходит на аренду квартиры в дорогой, престижной Марбей. Бюджет у нас не общий. Папа отдает все. Мама отдает себе и детям. Если Марина согласится переехать в этот дом, это позволит нам сэкономить кучу денег. Мы совсем близко от работы, почти не будет расходов на бензин. Район очень хороший, вкусная еда, очень тихо и спокойно. Хотя, конечно, я знаю, что Марине не нравится долго оставаться там, где слишком спокойно. Но скорый переезд в деревню Марине не грозит. К ремонту Виктор еще не приступал. Подобрал двух бездомных щенков и с удовольствием проводит с ними время. А беспокойная русская жена разрывается на трех работах. Медик по образованию она организует богатым беременным россиянкам роды в испанских клиниках. Недавно решила открыть оздоровительный лагерь для русскоговорящих детей. А еще Марина профессионально занимается благотворительностью. У меня благотворительный фонд я директор благотворительного фонда здесь и мы помогаем именно деткам с бывшей страны СНГ. Копилки для сбора пожертвований стоят в русских магазинах и ресторанах по всему побережью. Но особенно щедра публика на светских раутах, фестивалях, концертах на Косте Дель Соль живут тысячи состоятельных россиян неравнодушных к чужому горю. Но организовать работу фонда договариваться с клиниками привозить больных детей на операции решилась только Марина. Когда я работала в больнице бывали моменты когда я видела таких детей сталкивалась с родителями то есть детей которым нужна была помощь сталкивалась просто с невероятными историями. Сначала да было жалко а потом мне хотелось помочь потому что где-то может быть родители обманули можно даже так сказать. если говорить об идеальной женщине то для меня Марина и есть моя идеальная женщина но безусловно у каждого человека свой характер и у Марины он довольно сильный и жесткий. Уже столько лет мы прожили вместе что он наверное умнее и просто смирился. Карлосу тоже пришлось идти на компромиссы петербурженка Анастасия переехала к мужу в Гранаду бедной студенткой но за 8 лет стала большим начальником директором по экспорту единственной женщиной которой доверили продавать бетонные заводы такую не заставишь стоять на кухне у плиты хочешь не хочешь а поведешь в ресторан креветки здесь отличные конечно но честно говоря твой салат с селедкой мне больше нравится жалко что ты так редко его готовишь я не говорю что я уже стала испанкой нет это нечто среднее я русская потому что я родилась в России но и испанка потому что живу в Испании со своим уставом в другой монастырь не идешь то есть у меня сразу идея была адаптироваться к стране которая меня приняла и где я буду жить русские блюда я готовлю по праздникам но так как не особо у меня получается то все это как-то так меньше и меньше и меньше буту привычки у нас с Настей конечно разные например в кровати как и большинство испанцев мне нравится спать в конверте то есть когда одеяло заправлено под матрас и мне нравится длинная подушка которую мы называем сосиской к этой подушке Настя уже привыкла но вот спать в конверте она до сих пор не любит предпочитает чтобы ноги были свободными и можно было вертеться вертеться крутиться махать руками и ногами Настя готова круглосуточно бразильское боевое искусство капуэйра ее любимое увлечение она не пропустит тренировку даже если Карлос сам приготовит романтический ужин и такое уже случалось капуэйра моему мужу не нравится потому что отнимает меня от него это требует довольно длительного времени чтобы во все это вникнуть тренировки три раза в неделю и представляете с 2009 года до сегодняшнего дня три вечера меня нет дома неделю а Карлос сидит дома целыми днями уже целый год уволился с горнолыжного курорта и решил начать собственный бизнес подробности проекта хранит в секрете но уверяет жену что у него все получится он спокойно не отчается все все продумал все спланировал рассчитал и вперед это занимает время но по чуть-чуть по чуть-чуть он всегда все рассчитывает ко всему подготавливается не так как я все в последний момент впрочем собрать чемодан минутное дело годами отработанный навык испанские заводы по производству стройматериалов Анастасия продает по всему миру недавно вернулась из Австралии в ближайших планах Юго-Восточная Азия а уже завтра ей нужно быть в Азербайджане я не думаю что я идеальный муж она наверное тоже не идеальная жена но когда мы вместе мы идеальная пара на тренировку в командировку чтобы удержать русскую красавицу ее нужно отпустить Карлос сам отвезет Анастасию в аэропорт и Фернандо пришлось взять жену на работу архитектор уже догадывается кто скоро здесь будет главным и с кем придется согласовывать проект семейной виллы у нас большой участок земли где можно разбить огород но она смеется над моим планом говорит я хочу построить дом на даче я бы хотел их животных завести но Тоня смеется мол ты же не хочешь устраивать дома ферму нет я не хочу ферму просто немного растений и животных чтобы было экохозяйство меня недавно замучило последние две недели свари мне борщ пожалуйста борщ такая гнудная долгое дело это же надо столько времени на этот борщ поэтому я варю конечно никто не знает того что будет завтра когда есть прекрасно богатый муж и он есть сегодня и будет завтра чудесно но в жизни может произойти все что угодно своя собственная независимость самодостаточность мне кажется это гарантия того что жизнь дальше будет безопасно и достойно и пятьдесят шесть пятьдесят пять нет я себя на это не чувствую лет тридцать тридцать три примерно так ухаживают да испанец ухаживает а дальше по живому увидят а потом девочки здесь есть русские мужчины если вдруг не повезет ни с англичанином ни с испанцем немного но ему есть и плохие так что может быть и получится создать но мы в это верим поставьте себе цель и стремитесь к ней и дети и в безусловно и и поставьте планируете вы Продолжение следует...